Я куплю еще биткоина, но я буду говорить ужасные вещи о нем. Если ты не готов, лучше не слушай это видео. Но я объясню также, почему мне нравятся биткоин и эфириум. У меня также нет догикоина. На этот раз все по-другому. Это мания. Люди даже не знают, что они делают. Для тех, кто ненавидит Трампа и любит биткоин, вы, наверное, не взлюбите меня. Но я расскажу то, что знаю, и не буду кому-то угождать. Как я говорил, сейчас очень много фейковых новостей. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Биткоин обвалился на 50%, но кажется, он все еще продолжает падать, создавая панику, особенно среди новеньких инвесторов. В этом видео я покажу тебе то, как же Роберт Киосаки реагирует на это падение, его советы новичкам, а также то, что он делает прямо сейчас в ответ на это падение. А в конце видео я покажу некоторый бычий сигнал для биткоина. Очень позитивный. Очень много фейковых новостей. Например, они говорят, что причина падения биткоина в том, что Китай и Илон Маск сказали, что им не нравится биткоин. Это не проблема. Китай не любит биткоин всегда. В 2013-м они сказали, не покупайте биткоин. В 2014-м они сказали то же самое. В 2015-м они сказали, не покупайте биткоин. А в 2016-м еще и эфириум тоже не покупайте. Так что теперь выходят новости и говорят, что биткоин развалился из-за того, что Китай ополчился на него. Но так было всегда. Китай всегда был настроен против биткоина. Это не причина этого краха. Я хочу смотреть более глобально. Я был в Мексике и встречался там с биткоин-миллионерами. И все они пытались заставить меня купить больше биткоина. А я говорил, зачем он слишком вырос? Для меня это как покупать акции Apple. Они слишком дорогие. Я лучше подожду, когда они рухнут. Почему я сделаю это? Потому что сейчас очень много молодых ребят биткоин-миллионеров. Но как только рынок начнет падать, они начнут бояться. А причина этого заключается в том, что они разбогатели благодаря спекуляции. Им повезло. Им повезло купить биткоинов по смешным ценам. И теперь они мультимиллионеры. Но как только он начнет падать, они боятся, что все потеряют. А вдруг биткоин упадет до нуля? А ведь он может. Но на самом деле именно так и учатся. Зарабатывая и теряя. Зарабатывая и теряя. Делая ошибки, богатеют. А в школе вас учат бояться ошибок. Это так глупо. Смотря сколько мы наделали ошибок, скорее всего мы самые глупые люди с точки зрения школьной программы. Я люблю биткоин. Я чуть не купил его в 2017, когда он был на пике. Но я не сделал этого. Зато я понял вот что. Это и есть настоящая финансовая грамотность, которой они не научат вас в школе. Есть три типа людей в мире, когда речь идет о деньгах. Инвестор, трейдер и спекулянт. Я инвестор. В момент, когда я начал покупать биткоин, я не был трейдером. Трейдер это, например, перепродавать недвижимость. Спекулянт же это просто азартный игрок. И я скажу, что большинство людей, которые приходят за доги коином, биткоином и так далее, являются просто спекулянтами, азартными игроками. Они именно азартные игроки, потому что пытаются и надеются скосить легкие деньги. Это не то, что делаю я. Я не говорю, что это плохо или хорошо, просто указываю на то, что есть три типа людей в мире денег. Я инвестор. Люди, которые сейчас теряют деньги в криптовалюте, это спекулянты. Так что не говорите, что я ненавижу биткоин. Просто не будьте спекулянтами. Настоящее финансовое образование должно учить, почему то же серебро или золото растут и падают. Одна из причин, потому что в 1944-м произошло то, что называется Бреттон-Вудским соглашением. Америка и ее союзники выиграли Вторую мировую войну против Японии и Германии. В 1944-м правительство США пообещало, что обеспечат доллар золотом. Но, как вы знаете, США врет много. Но все в мире сказали, что будут принимать доллар, раз он равняется золоту. Но в 1971-м президент Никсон нарушил это обещание. И доллар был оторван от золота и с тех пор превращается в долг. Причина, почему активы сейчас колбасит вверх-вниз, заключается в том, что произошло в 1971-м. Этот год изменил буквально все. В 1964-м я начал покупать серебро. В 1972-м я начал покупать золото. Тогда за 35 долларов за унцию. Но до 1971-го держать золото американцам было незаконно. Я подумал, что это достаточно странно. И тогда уже я начал относиться к ФРС с подозрением. Когда я встречаю биткоин-инвесторов, они тоже не доверяют ФРС. Они не верят никому из правительства. Поэтому биткоинеры – это по факту повстанцы. А я – это бренд восстания. Я не говорю им «идите в школу, найдите работу, тяжело работайте, копите деньги, избавьтесь от долгов и инвестируйте на долгосрок в фондовый рынок». Я запустил три публичные компании. Я создал бизнес и превратил его в публично торгуемую компанию. Как только я сделал это, я начал понимать, как работает фондовый рынок. И сразу же расхотел связываться с ним. Как вы знаете, мои компании не имеют пенсионного плана 401к. Мы не рекомендуем вам копить деньги. Потому что зачем хранить деньги, если с 1971-го Министерство финансов и Федеральный резервный банк, который не является по факту ни федеральным, ни резервным, имеют возможность печатать деньги? Если ты копишь деньги, ты на самом деле теряешь свою покупательную способность с каждым божьим днем. А в школе до сих пор говорят «копи деньги». Итак, для всех говорю то, что делаю я. Я храню золото. Я храню серебро. Я храню биткоин, эфириум и пули. Итак, Роберт Кийосаки рекомендует покупать дно, но также и диверсифицировать свои активы. Он говорит «не храни все яйца в одной корзине». Теперь я хочу показать тебе кое-что позитивное, а то сейчас на рынке происходит какой-то тотальный армагеддон из наплыва негатива, паники и страха. За последние 24 часа мы видели самый большой всплеск вывода биткоинов с бирж за последние 12 месяцев. Это означает, что кто-то очень крупный выкупает все то, что вы продаете, и выводит куда-то на свои кошельки. Скорее всего, делает это он для того, чтобы держать на длинной дистанции. И на самом деле, с каждым годом во мне крепнет все одна и та же идея. Кто-то очень сильно хочет контролировать биткоин. И единственный способ его контролировать, это собрать у себя так много монет, чтобы иметь самое большое влияние в сети. Для этого нужно скопить 51% от всей циркуляции биткоина. Ну и другой криптовалюты. В любом случае, друзья, напишите все, что думаете в комментариях. И не забывайте, криптовалюты всегда двигаются циклично, а значит, не бывает бесконечного роста, точно так же, как и бесконечного падения. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok